Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 50 тысяч больше это масло не проходит точно или если вы все-таки лазите после каждой покатухи проверять а мы вода да возможно все-таки вот эти нагревы физика никуда нам от нее не деться по этой планете живем земля да у нее есть свои законы то есть нагрелся мост охладился мост создается вот это разрежение он через сальники может потому через сальники через сапун через что угодно и даже выведение сапунов ну там подкапот она помогает но она на сто процентов вас ну то есть вот ребята значит 40 тысяч это как бы держите в голове чтобы не иметь никаких проблем или не рисковать и чем проще это мы говорим о масло да да и раздатки раздатки слом карабасе раз 50 здесь хорошие масло текущая на долго служит это за тэфовский когда 8 ступенчатый если залили то что нужно то есть это 8 9 7 8 допуск хотя бы все ну понятно понятно вот она насколько жалеть машину можно чуть пораньше не мы жалеем жалеем машину новые еще года не отходили там у многих поэтому жалею я коробки буду раз 45 но я кстати вот у меня была экстрем на мухте и на варианты я точно так же я старался у меня 1 я просто что пропустил 60 а потом я старался по 40 и она там не сливалась по моему полностью там еще да она улочка остается да это или нельзя там есть бублик какой-то дачу там можно постараться через аппарат подсоединить подачу обратно но у меня уже четко было вот начиная какие-то это так трогать звуки лечится мы что пойдем посмотрим чё там мы степутные сняли так это передние это задние мы идем сейчас к сашек медалу там все скажешь на сручкать но мы его попросили есть у нас задумка техническая да они не двигаются сверху как вот все привыкли они не болтаются мы сейчас пойдем посмотрим работают ли они на каком давлении на иди сами так нормально спускает он вон я боюсь что просто ртом них вы не создадите такое давление как вот если бы он про не пропускал давление поросло и соответственно в мостах они ну по крайней мере на этой машине 100 пудов можем утверждать что работают поэтому сейчас крутим обратными ребят ну по сапунам я думаю вопрос решен и просто вот эти все эксперименты с губными гармошками когда вы там пытаетесь создать давление ударной волны один килограмм силы на сантиметр квадратный ротом да это конечно все абсурд полный и не стоит этим заниматься вообще у нас есть еще один нюанс значит шлицы кардана предполагаем что значит небольшие подергивания на стоянках светофоров да такие небольшие пиночки и при трогании есть да потому что шлицы могут быть не смазаны не обслужены сейчас снимем пыльники посмотрим в каком они состоянии смажем и я думаю эта проблема исчезнет чуть подогреем на улице зима все окаменело машины стоят в снегу надо эскиз кардана сделать если вдруг он сейчас у нас поломается чтобы мы могли сразу же выточить из чего-нибудь по чертежам сухой сухой ну вот это кстати ребята вот так проблема нулевого ты о да и подготовки машины вообще к эксплуатации здесь видишь как сделано очень хорошо слепой есть аааа шлиц да шлиц пометка метка ой да ну все равно а здесь видишь его нету то есть лучше всего померить вот шлицы сухие вот эти вот подергивание и происходит из-за того что здесь есть небольшое биение при нагрузке чем вообще это обслуживается литиевой смазкой аж целых соединений высокотемпературный но это какая-то стандартная универсальная или для кардана там об она особая для игольчатых подшипников при больших нагрузках и для шлицевых соединений специально с вас существует вот и мы его использовать именно для шлицевых соединений какой ее срок вообще работает и регламент обслуживания мол вообще каждые 15 тысяч обслуживали шлицевых соединений и крестовин идет прошприцовываем колотница ну вот ну я думаю здесь где-то 20 тысяч свободного но если пробеги в общем где-то 15 тысяч в сезон то раз в год можно этим заниматься да да раз в год как было конечно лучше обслужить хотя они идут не обслуживаемый но лучше всего обслужить ну да да но это такая же история как вот не обслуживаемого масла в коробках да 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 раньше на заявках они делали так что их не надо было обслуживать разные версии людей все равно как бы их надо обслуживать ну да не такая вечно ничего нет тем более наше время сейчас все масла сами понимаете ну действительно да тем более сама процедура она недостаточно не такая что даем когда снять вот эти вот вещи это достаточно просто тут не надо разбирать половину автомобиля устанавливаем по схеме но процедура у нас занял заняла три минуты ребят три минуты вот это стоит сделать раз в год до посвятить этому и в дальнейшем вообще не думать ни о каких проблемах с карданом лучше чем пикронский вообще получил смотри как прекрасно универсальный комут шрузовой он принципе подходит и он просто вымеряете вырезаете ставить сейчас посмотрим масло в мостах и цвет и что там вообще с ним происходит парачин сливную смотрим темная ну такого кофейного приятного цвета в общем жижа вот на фоне как раз белой спины сниму она не прозрачная совсем металлическую пыль имеет на магните снизу мы можем наблюдать вот а стружка от чего это прикатка заводская по большому счету да она в дальнейшем будет это не сушка были от металла протирающих металла полотнем чтобы было так новая на нас магнитом вот она ставится вниз так как собираетесь отсадок нику он собирает снизу чтобы не в машине поднималась трошка вверх не попадала на зубы а вверх как обычно заглушка идет без вармина перепутать очень сложно сам процесс слива занимает тоже около там трех пяти минут поэтому это тоже операции не длительная ведутся промоем немножко марка чтобы вся грязь что-то масса так либо еще что-то мы видим пошла светлая да-да-да-да светленькая для уверенности в общем 1 4 литровой канистры хватит на два агрегата да полный аккуратно туда заливаем прямо по верхнюю горловину потому что уже разобрались до что там не бывает лишнего объема вы лишние просто жидкости не за не сможете залить она пошла значит на наружу это значит нам уже достаточно пробках они идут конусные их перетягивать нельзя завода идет у них герметик красный специально то есть мы закручиваем притягиваем с маленьким усилием чуть-чуть усилие и все и достаточно не надо их тянуть бывает такое что как корпуса лопаются появляется трещины потом начинает все течь это те которые любители затягивать и ну да да и пройдято до хруста да да щелчка обычным шестигранником по 90 градусов вот герметик заходит и мы чувствуем резьбовом соединении усилие вот усилие пошло чуть-чуть все на этом оставляем не надо его не тянуть и перетягивать ничего сразу обрабатываем все после этого только устанавливается раздаточная коробка замена масла вообще сухая это они тоже темная темный да но здесь какая она муфти же какая-то другая жидкость дольется дикстрон 6 а если обычно это идет но в раздавке тоже темная жидкость такая да вот как уже сказали она хоть и на просвет видно но она немножечко уже после покатушек укаталась конечно до меняется меняется сразу но раздатки небольшой объем не так понимаю около двух литров на раздатки идут конусные пробки на герметике но без магнита то есть перепутать принципе ничего но они и диаметр помню немножко побольше да так же затягиваем без понятизма заливаем там объем который необходим а так же смотрим до принцип тот же самый то есть у нас заливное отверстие это является верхним краем наличие жидкости по сути никаких там скрытых пазух нет поэтому все заливается в одну в одну дырку обычная простая система всяких геморроев греть ничего не надо даем просто по уровню и вот этот узел у нас вообще он не под защитой тут даже доступен просто да как бы сразу ну некоторые есть они продаются не заставят и сюда еще дополнительные стоит она и ту же самостоятельно по большому счету они не нужны ну да какие-то там вылетают камни да я думаю там пока до сюда дойдет все скрыто тем более балка она очень прочная вот быстрее шрузы накроется но на самом деле вот эта вся подготовка к бездорожью да она в основном теоретически носит такой характер прошел ну процентов наверно 5 выезжает реально куда-то до кататься остальные все в городе все в обвесах в защите там проехали до основного не сами ставят а потом пошло то все сгнивает да 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 и начинается проблема вот герметик даже видишь на вылазить начинает вот все его больше не надо и приедем за что он так сухой будет переходим заднему мосту но у нас процедура то же самое я думаю что мы сейчас принципе увидим тот же самый результат то есть чернющее масло какой-нибудь но здесь вообще приятное масло слушайте здесь уже не кофе здесь уже графит какой-то была версия значит что почему у китайцев получается вот такие вот жижи в мостах коробку виде возможно коробку они и муфту получают в сборе заправленными да а эти получают деталями и внутри может быть какая-то транспортировочная смазка который они не вымывают а просто поверх нее льют туда какую-то жидкость новые шестерни все это при полу там вот трение и тому подобное притрёт притрутся они друг другу лучше будет и чище ну да опять же кто как сплотит из викин суровых условиях то естественно там будет опять черный величество новых к этому не блокировка стоит черненькая будет к этому надо относиться как к расходным материалам все время менять конечно да то есть это не вечный элемент который на весь срок службы автомобиля это надо снова обслуживать там по регламенту все случае приезжали там говорили сливаем блин я его не менял игру когда-то меняли что обслуживали я не помню тысяч 80 или 100 назад да да у нас есть такие экземпляры надо если не немножко слив по смещением находится мы видим до обещания вот и здесь в любом случае как ванной остается старое масло бывает так вот проливаем как бы чтобы отсюда немножко хотя бы побольше грязи оттуда вытащить ну в среднем я скажу что сама процедура может занять полчаса если я тут не отвлекал своими разговорами то это дело то такое прямо ну эта схема отработанная как вам сказать если слесарь как бы быстро подходит к этому делу быстро все делать элементарно то есть во всех агрегатах но занимает час если в кого как его в коробке автомат там да занимает больше время так как приходится прогревать выставлять уровень и тому подобное все пойдем в офис посчитаем сколько это все стоило но процедура заняла там 25 минут все конец на круг нужно ли вообще это 0 и на таком на пробеге его разумнее всего сделать ну да на самом деле она нужна поскольку сколько могут там к нам не приезжала неважно в какой комплектации могу сказать что не у всех не в ста процентных случаев но подвеска тянется то есть протягиваться задние штанги протягиваться передние рычаги верхние в основном остальные агрегаты в редких 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 вот и уже много раз мы замечали что на мостах например раздатки в прочих недалек то есть даже не соответствует тому что книжки в этом случае чуть поменьше что нужно было с тех пор по каким-то ста процентным образом какое-то преследование от нас поняту вот по Продолжение следует...